В Самарской государственной филармонии в рамках праздничного мероприятия, приуроченного к Международному дню инвалидов, подвели итоги конкурса на присуждение премии главы городского округа Самара «Мир равных возможностей». Елена Лапушкина объявила со сцены победителей и вручила им дипломы. Подробности в программе события на телеканале «Самара ГИС». Самарцев предупреждают о возможном прекращении движения на грузовой переправе «Октябрьский спуск рождественно». Как уточнили на сайте Самарского речного пассажирского предприятия, это связано с ухудшением погодных условий. Будьте внимательны при планировании поездки. В Кировском районе Самары сбили 64-летнюю женщину. 28-летний водитель, находясь за рулем Лата Гранта, двигался по улице Ставропольской. При повороте направо мужчина наехал на пенсионерку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшую доставили в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение. Самара вошла в топ-7 городов России, куда стоит отправиться ради музеев. Эксперты рекомендуют посетить областной художественный музей с экспонатами Куинджи, Поленова, Репина и Сурикова, а также музей «Самара космическая», где можно узнать, почему Самару называют космической столицей России. В столице региона состоялся форум «Тур притяжения». Представители туристической индустрии поделились опытом и обсудили, как сделать отдых в Самарской области увлекательным, познавательным и комфортным. В селе Висловка Красноярского района ночью 5 декабря пожарные почти 6 часов тушили огонь в надворных постройках. В огне погибли 13 домашних животных, 6 щенков и 7 кошек, которые находились в сараях. Работу спасателей осложняло отсутствие водопровода в населенном пункте. Ликвидировать возгорание удалось только сегодня утром. В России могут повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Это должно способствовать охлаждению рынка. Предположительно, повышение может коснуться самой массовой программы для покупки жилья в новостройках или строительства дома. Эта программа позволяет получить в регионах до 6 миллионов рублей по ставке 8% годовых. Зарубежные ученые обнаружили, что физические упражнения мобилизуют иммунную систему, повышая защиту организма от болезней. Из-за нагрузки мышцы подвергаются микротравмированию, что вызывает воспалительную реакцию в организме. Это воспаление мобилизует Т-клетки и лимфоциты, которые обладают способностью поглощать и уничтожать чужеродные антигены. Они могут распознавать раковые клетки, вирусы, бактерии и грибы.